чуть-чуть отойду от тачки и мне захотелось сделать кое-что 50 литров но я хочу еще 50 этот пиздюк будет дружить с этим пиздюком у меня будет два пиздюка поэтому значит надо что-то заколлаборировать но надо вытравить газ и было принято решение просто его поджечь надеюсь он не раскроется я не знаю что будет раскроется он не раскроется но по-любому будет интересного он стоял уже где-то дня три-четыре на воздухе давай так чтобы мы это могли съедаться я очкую слушай главное чтобы он тоже не перелетел куда-туда чё-то вас ты делаешь сам первый раз так делаешь все катастрофы начинают с этих слов соседа сейчас машина проедет чтобы это чтобы на всякий случай для серега суши я чудо . да блять я надеюсь он не баню жестко потому что потуши его тогда а подожди у меня у меня растворитель есть суши но мне кажется что них она не произойдет на самом деле он быстро горит или нет быстро тогда на хрена так много а понятно на серега текать сразу не подальше да подальше отойди да ёперный театр аккуратно только все готов главное убежать ничего делать все не хлопнет подожди он горит не ну его нафиг отойди он там еще что горит пусть его пусть догорит вон видишь все да хрен его знает серег все все а ты все его теперь можно варить все да тут я заварил корявенько конечно как смог здесь намного лучше и заварил не знаю с чем это связано Хотя я пытался в один присест вот так вот пройтись вокруг Но почему-то пошли поры, может краска, хотя краску зачищал, не знаю, без понятия По поводу вот этой дырени, я, короче, думал, думал, думал и придумал Просто возьму вот этот на балдашнике, вот так, P6 Вот так вот по округам отрежу, здесь углы отрежу Вот так вот проварю хорошенечко, да, и в принципе, я думаю, дюжить будет Сегодня у меня в планах подрубить сюда кран, сделать крепление и собрать печку Если я не усну, конечно, потому что я очень хочу спать Я ни хрена не выспался и, честно говоря, охота поспать Устал каждый день в гараж, там, до двух, до трех часов ночи Тяжко, тяжко, братцы, тяжко Короче, забабахал я крепление для ресивера и сварил трубу пластиковую Сейчас сделал вот такое страшное крепление Уже даванул, проверил Говно Ой, говно Вот здесь все хорошо, сварил замечательно Кран, говно под замену, ибо там шарик ржавый, я думал, проканает Не проканал Это, сука, сыт как тварь Все окей Скатался сегодня в магаз, купил краны Сгон И муфту на двадцатую трубу Но надо было на двадцать пятую, наверное, все-таки Потому что тут диаметр чуть-чуть поменьше Получилось у меня вот такая конструкция Опа Здесь я поставил американку, чтобы было легче снимать Здесь я тоже поставил американку, чтобы тоже было легче снимать Здесь я переварил и выглядит более-менее лучше Здесь поменял кран Даванул, опробовал, уже все работает Просто шикарно Все-таки я занялся немножко машиной Да, я чуть-чуть подпроебался и ничего не делал Ну, как бы как, ничего не делал Я вот покрасил тормозной вакуумник Короче, чтобы он был красивый, хорошенький и матовый Как бы, такое себе, да Но, тем не менее Он был весь ржавый Я зачистил, покрыл его эпоксидным грунтом Покрыл акриловым грунтом и покрасил То есть, насколько это все будет жить Я не знаю, но посмотрим, должно жить Конечно же, с этой стороны Вот тут плохо, наверное, будет видно Но тут что-то, да Тут что-то осталось Вот тут рыжики туда-сюда, как бы Но я не стал тут защищать, во-первых Потому что краска кончилась, денег на краску нет Эту сторону, по крайней мере, не видно И не вижу смысл Я подкинул в лавра тормозной вакуумник Вот он, он так смотрится Блин, довольно-таки очень классненько Черное-синее, прям ауф Начал я затаскивать вот эту косу Как бы, ну, проблем никаких нету Есть единственная проблема То, что она вся вот в таких говнах Вот сюда крепится крепление Вот это крепление Оно было ржавое Люто ржавое Я взял болгарочку Зачистил болгарочкой И обработал грунтом Вначале эпоксидным Потом акриловым К сожалению, у меня краска закончилась В баллончике Покупать бабок особо нету Наверное, его оставлю так Пусть будет в таком состоянии Я думаю, дальше не должен он ржаветь Блядь, все, все крепления Такие абсолютно все Все крепления ржавые Все надо чистить Все надо обрабатывать И так далее Конечно, по-хорошему бы Эти крепления отдать на Порошковую покраску Но Просто денег нет Но, тем не менее Нам надо это сделать И надо сделать красиво Теперь собираю проводку Короче, первую фишку я неправильно поставил Немножко подлюбился И вот теперь она вот так вот Хрен пойми как стоит И надо ее теперь вытаскивать И в обратной очередности Это все ставить Потому что я забыла Они тут идут Вставляются А тут вынимаются То есть, ну, наоборот Система НИП Конечно, колхозинга Усаться можно Вот это я не знаю, что делать Когда к электрику привезу Не знаю, может исправить Посмотрим по бюджету Сколько бабок будет У нас есть теперь три педальки Мы можем радостно сидеть И тыкать на эти самые педальки Без моторчик Это не очень кайф Значится, я вот это все собрал Прокинул тут косу Прокинул тут косу Но не собрал тут Объясняю Электрик, то бишь Паша Мне сказал Не надо прокидывать старую косу Но он, сука, сказал Это поздно, когда я уже ее обратно прокинул Но, да ладно Мне страшно Ее надо будет вытащить Присрать сюда новую косу Он сказал С нового мотора И это все собрать И подключить Получается, в принципе, вот так вот красиво Все хорошо Все по-новому Вот надо от этой петушни тоже будет избавляться Я не знаю Я не знаю, как мне вот с этой петушней жить Но как-то надо с ней жить Точнее, с ней не надо жить От нее надо избавляться Получается, в принципе, вот так вот красиво Все хорошо Все по-новому Ребята, опять я сгонял в транспортную забрал свой нишечек забрал я вот такие подушечки довольно таки очень интересная конструкция как два саленблока сваренных вместе и какой-то кусок профиля вот эта вся петрушка стоит 5000 рублей называются они энкейн по моему но к сожалению они мне пришли без маркировки что к сожалению немножечко обидно поскольку этот тюнь а тюнь мне кажется должна быть подписана учитывая то что она выйдет так очень серьезно должна быть подписана одну я уже поставил сейчас вторую подкинул и я думаю будет вообще гуд а еще вчера я забрал интеркуллер господи я первый раз в жизни вижу интеркулер новый и у себя держу его в руках это просто охуенно ну так вот он новенький хорошенький даже крепление идут то есть прям вообще все хорошо то есть выхода все тут можно посмотреть сколько миллиметров тут толщина туда-сюда ну короче блин все как надо заглушечками все красивенько а джесс конечно молодцы в этом плане звук пропал это на 30 холосе заказал я на джессе бензонасос угадайте какой не китай но китай но не китай ну короче такая канитель пришел в такой упаковочке довольно упакован очень хорошо что мы можем наблюдать пупырка расчехляем пупырку и мы видим загадочный а ем оригинально это я уже открывал мне было любопытно смотрел вот такой насосик на 340 литров комплект ухо чек трубочки и сама насосня будем ставить вот эту тюнячую насосню он внутри железный довольно такой весистый наверное весит килограмм наверно где-то так на скидочку будем потрошить старый и пиндю хоть новый единственный минус здесь это то что надо подгибать вот эту трубочку и он только тогда встает ровно и вот эти крепления мне вот эти два не понадобились как бы можно было натянуть на него суда но зачем решил поставить хомуты которые шли с насосом я думаю они неспроста здесь поэтому здесь поставил хомуты на всякий случай те есть равно выбрасывать не буду и оставлю